Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Монахиня. Сегодня вместе с вами досмотрим, ну точнее, не досмотрим, ну нет, досмотрим обновку, глянем именно какие новенькие пасхалки добавили разработчики, ну и еще у меня там на одну серию остается немножечко инфы для вас, покажу что-нибудь еще прикольное. Ну там именно есть, что посмотреть, так что обязательно глянем. Сегодня у меня в планах глянуть новенькие пасхалки, есть именно такие прям необычные пасхалки, так скажем, знаете, не для ютуберов появились, короче, такие пасхалочки, которые, ну именно такие хайповые темы там и так далее, ну то есть в этом плане тоже достаточно прикольно. Короче, не будем тянуть, давайте прямо сейчас начнем, как обычно мне нужно поменять ник, я делаю собственное имя. Так, и первое имя у нас, ага, Леон, нет, Лео Геймс Андроид Бэр, это, видимо, какой-то чувачок с Бразилии, я так понимаю. Ага, а вот, еще, кстати, по поводу обновы, я что вам могу сказать, мы вроде бы все посмотрели, Угу, да, что там к чему, постреляли, все дела, может быть, что-нибудь прикольное с этим автоматом попробуем, пистолетом. Вот, и также разработчики мне сказали, что они попробуют в понедельник, ну, точнее, для вас это уже сегодня, вот, выпустить новенькую обновку, и как они ее выпустят, будет вообще ништяк, мы посмотрим. Прям, ничего себе, Лео Геймс Летучая Мышь, а, ну да, черт возьми, это же, ну, бита же по-английски бат, Бэт, как правильно, не знаю, как сказать, ну, Б-А-Т, у бабуси Грэни тоже эта штука есть, и как бы Бэтмен, да, есть же, и типа там очень похожие слова. Ничего себе, теперь, блин, я Грэни в монахине, что ли? Ничего, вот это тема на самом деле, хе-хе-хе, монахиня, я сейчас тебе по башке этой фигнюшкой как долбанутая какая. Блин, походу я реально какая-то монахиня, ой, не монахиня, а Грэни, но только теперь в монахине. Как тебе такое? Блин, два просто таких жестких соперника на данный момент собрались, конечно, ну, монахиня до уровня хайпа Грэни еще долго, но все же конкуренты, они такие неплохие, так, по башке тебе, на, она, кстати, шумит, шумит достаточно жестко. Так, на тебе по башке, сейчас я как брошу только этой битой, на, вот это было жестко на самом деле, но и по барабану абсолютно, хе-хе, прям по затылку, блин, а. Ну, я вообще пофиг, я не знаю, для чего можно поиспользовать здесь вот эту биту, но, как я понял, некоторые новые пасхалки, они не только в начальной комнате, ребят, они еще где-то в других местах могут появляться, так что посмотреть стоит, ну, все. Посмотреть стоит, ну, все, потому что что-то может быть, где-то я упущу, но в основном это вот такие вот, знаете, более-менее заметные какие-то, ну, не знаю, интерьер, что-нибудь в этом духе. Кстати, где крыса? Может, ей по башке этой битой можно долбануть? Было бы весьма неплохо. Так, о, смотри, смоталась. Что, можно тебя прибить? Нет, тебя нельзя прибить. Кстати, у него куска маски уже нет, хе-хе, потому что я его утащил и воткнул в нужное место. Монахиню тоже этой палкой не ударишь, к сожалению, но зато теперь я действительно, блин, какой-то Грэни стал в Монахине, это прикольно. Можно даже так будет серию ради прикола назвать. Блин, еще смотри так снизу. Кому по башке пасхалки, как будто бы он, знаете, на, сам себя, на, на, на. Но меня, к сожалению, в этой игре нет, я не видимка. Еще, кстати, кто-то написал по поводу теории, сейчас вам покажу. Ну, помните, у разработчиков, вот там вот, ну, в пасхалке, у них отображается, ну, сканер какой-то человека, есть же эта тема, да? Вот, и кто-то сказал то, что это, возможно, означает то, что они сделают скоро персонажей, мы не будем просто как пустое место. Вот так вот сказали. Так что, вполне возможно, вполне реально, и почему бы и нет. Ну, ладно, эту штукенцию мы бросаем, вот такая вот у нас бита. Кстати, нифига себе, там что-то еще снизу, что это там снизу? Так, вау! А вот это, кстати, очень круто, логотип так снизу сделать. Блин, повезло этому чуваку, у него очень прикольная такая штукенция. Так, ну, идем дальше. Дальше у нас Чиболайф. Угу, интересно. Чиболайф, это весьма интересно. Давайте посмотрим, кто это у нас такой, кто это у нас Чиболайф-то. Так, имя здесь меняем. Давайте глянем. Ну, вот этого чувачка из Бразилии я еще вроде бы как-то видел, по его логотипу я его узнал. Где-то я его посмотрел, видосики, может что-то еще, но он мне точно знакомый, это я вам стопудово говорю. Так, оу, а это... Ой, да это какой-то славный малый, вообще прям. Только странно то, что его шапка называется дверью. Это меня немножко пугает, на самом деле. Ну, все, надеть мы надели, с его пасхалочкой понятно. Просто, как обычно, и этот, как его, так скажем... Нет, ладно, это просто-просто. Это просто-просто. Очень-очень-очень простенько, ничего такого удивительного. Я не знаю просто, что именно снимает этот парнишка, из-за этого сказать не могу. Подходит это к нему, не подходит, но сделать шапку, мне кажется, это, ну, именно такой какой-то вариант очень простой. Кори Икс Кеншин. Это что-то тоже, наверное, интересно. Давайте посмотрим. Это два чувака уже, видимо, как я понимаю. И, по-моему, именно у них должна быть катана, если я не ошибаюсь. Потому что какой-то ник у них, знаете, такой особенный, интересный. Оу, да-да-да. Ну, Кеншин это, как будто бы, знаете, это, походу, не второй человек. Это, может, какое-то звание, там, в Японии, в Китае, не знаю. Ну, это вот прям такое слово. Кори Кеншин. Не знаю, ну, вот прям так созвучно, понимаете? Катана. Оу, вот это тема. Нифига себе, катану можно взять, да вы прикалываетесь. Он прямо ее держит, как будто бы кому-то хочет. На, так, тук-тук-тук. Это вообще жестко. Пойду я крысу попробую разрубить. Блин, ну, знаете, теперь вот эти вот штукенцы стали осязаемыми. Это так круто. Ты их реально берешь в руки, трогаешь, носишь с собой. Это вообще ништяк. Это просто ништяк, ребята. Опа. Здрасте, мистер. Бегаете, да? Ну, сейчас я тебе головку топ... И все. Минус будет. Э, крысеныш, ты куда убежал? Ага, вот ты, вот ты, вот ты, вот ты. Ага. Давай, давай, давай. Сейчас я приготовлю себе ужин. Ладно, шучу. Так, нет, походу разрубить тоже нельзя. Никакая штукенца не появляется. А если так бросить... Ого, какая громкая. Как лом самый настоящий, блин. Офигеть, так же громко шумит. Это сразу пошла, услышала. А если ей по башке этой катаны что-нибудь будет? Давай посмотрим. Я не знаю, можно ли это использовать как действительно настоящее оружие в обычной игре. Просто она у меня сейчас в режиме призрака. Из-за этого, может, что-то не так. Без понятия. Ну, так-то в голову ей очень нормально прилетает, на самом деле. На. Блин, нет, знаете, что-то как-то летает не особо хорошо. Смотри, вот так вот. Нет, нет, очень плохо летит, на самом деле. Как-то у меня не получается. Еще, кстати, прикол... Ох ты, нифига себе. Прикол в том, что эта штукенция очень громкая, во-первых. И, во-вторых, что-то как-то глушит даже немножко. Ну, ладно. С этой штукенцией тоже разобрались. Я сейчас ее скину вот сюда вниз. Ай, скину сюда вниз, сказал. Ага. Она там упала, все, ништяк. Ну, и сам, наверное, тоже навернусь туда. Пэньк. И катана рядом. Так, ну что, давайте теперь перезапускаем. У нас там следующий них-то какой? Дэк Блейк. Нифига себе. Дэк Блейк. Как правильно-то не знаю. Так, ладненько. Это мы отсюда... А, подожди, нам уже надо выходить полностью. А вот. В следующей серии я уже, наверное, гляну свою собственную пасхалку. Потому что эту серию я решил посвятить именно новым пасхалкам. Ну, так скажем, других ютуберов. А ту серию я посвящу своей пасхалке. И еще одной интересной пасхалке, которая сделана на, ну, такого специального персонажа, так скажем. Как и на сегодняшнего персонажа Момо. Там тоже есть такая пасхалочка интересная. Вот. Ну, мне, короче, просто, так скажем, список скинули разработчик. И я вот вам показываю то, что там какие есть имена, каких нет и так далее. Это все, типа, очень интересненько. Очень прикольненько. То, что разрабы делают очень прикольные штуки. Так. Весьма интересно. А что ж тут-то добавили? Мгм. Дэк Блейк. Подожди, может, я что-то неправильно вел? Давайте-ка мы проверим. Ну, в ютубе вообще такой парень есть? Да, такой есть. Вот это интересно. А что тогда ему-то сделали? У-у-у. Монахиня, может, поменялась? Нет. Ничего не изменилось вроде как. Опа. А у него что за пасхалка тогда такая интересная, раз ее в начальной комнате нет? Так, 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 так. Так. Мгм. Ну, если, ребят, мы сейчас ничего не найдем, вы попробуйте этот ник у себя в игре ведите. И побегайте, посмотрите, что этот ник дает, интересно. Я просто не знаю. Мне разрабы в списке его точно скинули. Может быть, просто они забыли на него сделать пасхалку, но написали. Ну, типа, хотели, так скажем, но что-то как-то в суматохе во всей этой не успели или что-то такое. А может, у него какая-то, знаете, такая интересная пасхалка не просто в начальной комнате, а что-то прям там, не знаю, какая-то игровая вещь может меняется. Давайте-ка провод попробуем найти. Блин, интересно пареньку, повезло ли или наоборот, его просто забыли учесть. Что-то, что-то непонятненько. Так, здесь нет лома. Ну, давай провод где-нибудь тут будь. Нет, тут его нет. Здесь его тоже нет. Черт, что-то не везет. Походу, там внизу где-нибудь. Угу. Ну, погнали вниз. Сейчас мы намутим все это. Блин, я надеюсь то, что я не зря сейчас что-то пытаюсь найти и что-то я да, отыщу. А может быть, я и не заметил в самом начале чего-то такого маленького, незаметного. Может, надпись на доске поменяли? Давайте посмотрим. Так. О! Вау! Да-да-да-да-да, друзья. Это правда. Надо было и у других ребят смотреть, короче, что они написали на доске. Блин, что-то я тупанул на самом деле, что не смотрел это все. Может, под книжкой? Нет. Не, я даже не знаю на самом деле, что разрабы сюда... А, вот! А-а-а! Вот! Какой интересный этот! Кривошип! С усами! Блин, на чувачка даже похоже немножко, знаете? Усы, глаза такие. И тут написано то, что... А-а-а! Дак Блейк из плейнг зе гейм дифферентли. Э-э... Зе... Нан Симс... Чу? А, Мортолк Лайф. Или что? Да-да-да. Или... Что это за буква? Не знаю, тут такой шрифт непонятный. Надо было у других ребят тоже смотреть, что написано. Вот. Но что-то как-то я затупил. Ну вот такие вот у него здесь усики, короче. На Кривошипе забавные. Дальше смотрим, что у нас. Дальше у нас Герман Снейк. Так-так-так-так-так. Ну давайте посмотрим, что за Герман Снейк такой. И потом еще Мома глянем. Хотя давайте сначала Мома. Че? Ай, ладно-ладно-ладно. Герман Снейк уж по очереди будем. Э-э-э-э. Ну, этого паренька что-то я тоже не знаю. Сказать честно. Сказать честно, я его тоже не знаю. Но... Сейчас узнаем, чем он отличается. Ох ты! А-а-а. Фурч... Фурчтлос. Или как это читается? Или... Фурчи... Фурчилос, может быть? Или... Че? Я, может, чего-то недопонимаю? Блин. Что у него с шапкой? Она смешная. Причем это кипончик, а не шапка. Блин. Ну, надеть на деле, конечно. Но это смешно. Это реально смешно. Там какое-то лицо странное, непонятное. Ладно, окейушки. Давайте делаем ник Мома тогда. Делаем ник Мому. Ага. Надеюсь, разработчики сделают такой универсальный ник, который добавит, блин, все предметы. Это будет просто ништяк полнейший. Опа! Я Мома. Я буду хорошо себя вести. Ну, давай. Ух ты ж, е-мое. Вот она. Монашка, блин, еще. Да-да-да. В форме монашки, блин. Так. Что тут еще интересного? Только одна картина, да? Это такая мини-пасхалка. Просто, по-моему, я еще должен увидеть пасхалочку на втором этаже с ней связанную. Как я понял. Так. А вот еще здесь, кстати, такие картинки по всему дому раскиданы, видимо. Ну, по всей школе. Это надо искать, тоже смотреть. Тут, наверное, тоже куда-нибудь запихнули. Может, где-то в книжке есть. Это Мома ерунда. О, монетка. Здрасте. Ну, давай возьмем. Раз уж монетка есть, можно немножечко напиточка намутить себе. Так, отсюда. А, подожди, сюда. Ага, спасибо за напиток. Что-то тут будет у нас интересное? Нет, ничего не будет. Так, что ловить сюда напиток. А я пойду поднимусь наверх и посмотрю еще немножко отсылки к Мому. Там из фоток нет вроде, но может быть в дальней комнате. Хотя, знаете, в нестандартных местах, на самом деле, картинки с Момо. Так, что они, ну, не особо такие, как обычные вот эти картины. Ух ты. Оборвано немножко что-то. Я раньше этого не замечал. Возможно, это как-то связано с дальнейшим развитием событий. Что-то в этом духе. Ох ты, козел, блин, напугал меня. Вот жесть. Разлегся тут что-то в неудобном месте. Так, Момо посмотрели? Момо посмотрели. Не знаю, там где-то еще, может быть, есть. Если там в библиотеку дальше пройти. Может, там что-то интересное найдем. Не знаю, не знаю, ребята. Возможно, есть, в принципе. Ну, а что эти картины сейчас искать? Они, наверное, везде одинаковые. Не так ли? Так что бегать особо, не знаю, нет смысла, наверное. Может, там тоже что-нибудь есть. Ну, короче, ладно. С Момо тоже все понятно. Мы сегодня посмотрели пасхалки. Опа, подожди-ка. Я еще не посмотрел нескольких ребят, да, получается? Ну, ладно. У меня, получается, остается еще парочка пасхалочек для вас на следующую серию. Там мы глянем, посмотрим, что тоже интересно он может сделать. Возможно, эксперименты какие-нибудь попроводим с этим пистолетом. Мне потому что он реально понравился. На этом все. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик. Всем огромное спасибо. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok